Ты строишь лодку, а потом тебе вдруг нужна машина. Если ты самый умный в кабинете, это большая проблема. И фейсбуком, и гуглом ты тоже никогда не будешь. Вот я хочу, чтобы касту называли не домом для престарелых, а тренировочным лагерем. Украина очень богатая страна, и предпринимательство очень четко отвечает на этот вопрос. Мы у тебя читали миссию, там, про Амазон ни слова. Одна из причин моего согласия на интервью. Нас все хотят. Я понял, да. Все х**ки, ты х**ки, кто? Наш ритейл, дети по сравнению с американским. Ты думаешь, или ты продавал? Самая главная метрика для президента, что миллиард каста на этапе сумасшедшего взлета. Ты приходишь на работу, и у тебя полный х**ки. Должен знать, что кто-то в тебя верит. Первые деньги когда заработал? Слушай, ну что-то там я с дедушкой, я думаю, продавал на базаре. Ты думаешь, или ты продавал? Что-то там где-то продавал. Нет, точно, точно. У нас дача была, там, клубника, помидоры, яйца. Куда потратил? Саня, мне 39 лет будет через пару недель. Мне 39. Через пару недель. Я помню, как я зарабатывал первые деньги. Нет, я сейчас, я как-то уже научился, знаешь, оставлять в операционной памяти только вот то, что прям нужно для сейчас. Это же эмоции, первые деньги детства. Мне кажется, это не старается. Нет, у меня как бы сентиментов и романтики по этому поводу нет. Плейн с детства. Ну да, что там, что там пробовали. Это важная история, важно. Я сильно благодарен маме, папе, знаешь, за то, что мне давали возможность. Я быстро начал заниматься предпринимательством. Рано, я бы сказал. В 17 лет или в 18 я, по-моему, начал делать интернет-провайдера. И я понятия не имел вообще, что такое бизнес-менеджмент, вообще как это делается. Я вот реально благодарен. Знаешь, вот в этот момент, почему говорят дураки три фулз, да, там типа дураки семья и франц. Ну потому что в первый момент тебе должен, ты должен знать, что кто-то в тебя верит. И кроме родителей, ну таких больше дураков не будет, да, потому что это единственные люди, которые скажут, да ладно, я знаю, нормальный парень что-то сделает. Вот, шанс, что ты что-то сделаешь, очень маленький. Ну прям он близится к нулю, мы же знаем статистику. Да, но это классно. Ты становишься взрослым. Ты становишься быстро взрослым. Ты понимаешь, что ты не понимаешь. Ты, когда ты находишься под папиным, маминым крылом, да, ты ходишь, ты думаешь, ты охеренный чувак, мир тебе должен, Бог тебе все даст, да, ты держишь его за бороду. Ты выходишь на улицу, у тебя там 100 долларов в кармане, ты придумал бизнес, я хуяк сверху. Ни хера себе ты выходил на улицу со 100 долларов в кармане? И ты, ну я имею в виду в бизнес, да, когда ты заходишь уже, типа ну там тебе дали каких-то 3 рубля, и ты начинаешь что-то делать. И ты такой херяк, и оно все не так. Все не так вообще, да. И ты понимаешь, да, херяк какая-то. Что-то я там недооценил. Вот, и это самое прекрасное, что может произойти с человеком. Реально, самое прекрасное, что может произойти, это самое страшное, как говорит Баффет, это большая сумма свалившаяся на голову. И самое прекрасное, это когда тебе что-то бьет, но не убивает. Отличная фраза. Не моя, я стою на спинах титанов, как говорят. Как ты описываешь глобальную цель для своего персонала? Это что, миллиард? Смотри. Скажи одну фразу. Всегда упрощает, когда ты говоришь Amazon. Понимаешь, мы строим Amazon. Ну как бы. Сейчас хер помешишь. Это хера никому не понятно, это не... Нет, это как раз сильно понятнее, чем ты сейчас начнешь рассказывать, я хочу стать лицом украинской экономики. Погоди, ну, мы у тебя читали миссию, там про Amazon ни слова. Ну, миссия и цель, это разные вещи. Миссия, это для чего ты живешь, а цель, это куда ты идешь. Окей. Это чуть-чуть. Как ты объясняешь? Цель или миссия? Давай то и другое. Смотри, ну, цель, я тебе сказал, да. Я хочу стать глобальным игроком в IT. Я хочу стать... Меня Amazon чуть не нравится, мне нравится экосистема, мне нравится Samsung. Я хочу стать Samsung. Я хочу стать экосистемой, которая будет игроком на глобальных рынках. И вот ты выходишь и говоришь своим ребятам, ребята, мы строим Samsung. Ну, я Amazon говорю. Amazon. Окей, сколько глаз загорается? Слушай, ну, загорелось уже полторы тысячи глаз. И так мы поддерживаем, мне кажется, неплохо сейчас. А если спросить, они скажут? Что мы делаем? Да. Ну, про Amazon, наверное, скажут, да. Какая цель компании? Где мы строим критический Amazon? Попадание. А миссия? Миссия. Это наш любимый покупатель. И он всегда будет похож на быть счастливым и любить в аренду. Слышишь, ну, круто. Ну, похоже, похоже. Это про миссию? Это про цель. Про цель, про миссию. Миссию? В миссии, типа, мы удивляем клиента, делая шоппинг быстрее, дешевле и проще. Тут простая история. Мы видим старый мир, мы видим инновации, как мостик. И мы старый мир переводим в новый мир через инновации. Делая шоппинг быстрее, дешевле и проще, лучше. То есть мы хотим удивлять клиентов классным, новым шоппинг-эксперенсом. Что у вас есть такого, чего нет у других? До хрена всего. Например? Ну, типа, примерять в 50 городах. Ты можешь сейчас выбрать из одного миллиона СКЮ на сайте одежды. Без оплаты заказать в любое отделение из 50 городов, померять и то, что тебе не нравится, отдать назад. Но я это могу сделать в любом магазине. В магазине, да. В онлайне магазине нет. В магазине ты не можешь выбрать из миллиона СКЮ. И ты не получишь эту историю завтра. А в касте ты получишь это очень быстро. Ты хочешь сказать, если я сейчас зайду на касте, закажу и дню баланс. Так. Завтра в Харьков. Да. Он у меня будет там. Давай проверим. Давай проверим. Я это включу в видео. Ты мне даешь добро. Сделаем, да. Сейчас. Я думаю, что директор по логистике и не знал, что его ждет. Слушай, давай про инновации расскажу. Давай, рассказывай. Пока я заказываю, я не понимаю ценности каста идей. Смотри, ценность очень простая. Совместить преимущества оффлайна и онлайна. В онлайне у тебя преимущество широта выбора, цена. В оффлайне ты можешь померить и купить то, что тебе подошло. В каста идей ты приходишь, ты берешь... Сейчас в любом интернет-магазине ты должен заплатить до. Нифига. Да, ты должен... Ну нет, нет. Ну наложенным платежом. Но я могу заказать наложенным платежом. Наложенным платежом, да. Но тебе не выдадут без оплаты. Потому что ты... Если так, ты можешь заказать все, что угодно, а потом схватить и бежать. Нифига подобного. Схватить и убежать. Нифига подобного. В новой почте я прихожу, мне говорят, вы смотреть будете? Будете. Смотреть, но не мерить. Ну, примерочные я не знаю. Но, наверное, на обувь я могу и примерить. Товарищ, смотреть, да. Мерить, нет. Тебе не дадут надеть туфли, потому что бегать за тобой по улице никто не будет. Смотри, мы говорим про правила. Ты можешь договориться? Ну, наверное. Если Манька твоя какая-то там подружка в новой почте сидит, ты, наверное, поулыбаешься и она тебя влюбится и даст. Ну, мы сейчас говорим про правила, которые даст померить, я имею в виду. Ну, я говорю про правила. Взять, уйти домой, потом померить, вдруг не подойдет. Вернуться, прийти назад на это отделение и деньги получить в ту же секунду. Уйти домой. Пойти домой, померить, вдруг тебе там, я не знаю, ты что-то передумаешь. Сколько у вас таких покупок? 7% через нашу сеть идет. 85% мы контролируем сами. Девушкам нравится, Саша. Ты, может, конечно, Галя Балуана, но нашим девушкам очень нравится. Я заказал товар и завтра мы посмотрим и ждем его в Харьке. Друзья, мы договаривались с Андреем, что я сообщу о результатах эксперимента и вот что получилось. Буквально на следующий день я действительно получил сообщение о том, что товар, внимание, упакован. Через день я получил сообщение о том, что товар отправлен и только на третий день мне пришло сообщение о том, что товар доставлен в отделение Каста Пост и я могу его забрать. Были выходные, буквально позавчера я поехал. К сожалению, я не обнаружил свой заказ, так как по правилам магазина он хранится всего лишь 5 дней. Не могу сказать, что я сильно расстроился. По крайней мере, я сэкономил 2000 гривен. Если у вас есть какой-то другой опыт покупки в магазине Каста, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим видео. И, конечно же, напоминаю, что обязательно подписаться на канал, потому что впереди еще много интересных выпусков и много интересного и качественного контента. Мы задаем вопросы по HR, такие же, которые задает ваша компания. И я попрошу тебя ответить на эти вопросы. Спрос номер один. Что у вас особо хорошо получается, а что вам неинтересно делать с профессиональной точки зрения? Я заряжаю людей энергией и верой в то, что они могут многое. Ну, так себе. А как я могу проверить это? Давай так, на прошлой работе твой заряд какой дал результат? Можешь похвастаться, ты заражаешь людей. Понимаешь, когда ты работаешь на CEO, ты должен заряжать два типа людей. У тебя есть сотрудники, у тебя есть инвестора. Тебе должны поверить сотрудники, что ты собрался куда-то идти. Тебе должны поверить сотрудники, что они с тобой готовы идти. И должны инвестора, которые те ребята, которые на бензин дадут денег. Моя позиция такая, что я должен рассказывать storytelling историй, делать так, чтобы и первые, и вторые верили в эту всю историю. Вообще верили в историю. У тебя есть успешные кейсы? Ну, да. Каких-то денег поднимал в жизни, соответственно, есть успешные деньги. Я думаю, что в онлайне, я даже не знаю, я никогда даже не задумался об этом, но немного людей в онлайне десятки миллионов долларов поднимали в Украине. Ты поднимал в касту десятки миллионов долларов. Сколько стоит сейчас твой бизнес? Ты знаешь, ты когда задаешь этот вопрос, проходит полтора года, и цифры у людей сильно меняются. Этот вопрос получит ответ тогда, когда будет закрыта какая-то сделка. Если сделки, которые проходят, не публичные, когда кто-то купит бизнес, тогда мы узнаем его стоимость. Сейчас это какие-то фантазии сексуальные, фантазии собственников. Тебя же инвестировали, ты же сказал десятки, то есть инвестиция была при оценке? Ну да, при оценке. Десятки миллионов долларов. Не сотни. Когда это было? Пару лет назад. Окей. Чем ты не любишь заниматься? Я не получаю удовольствия от операционных вопросов, я не получаю удовольствия от вопросов, которые я должен делать еще раз. И они рутинные. Но в целом, занимаясь любимым бизнесом, я не испытываю проблем с этим. Слушай, у меня не складывается в голове. Ты пять лет глубоко в операционке. Ты говоришь о том, что ты строишь Амазон. Да, я говорил об этом в 2013 году еще. Да, при этом ты не любишь быть в операционке. Как можно не любить заниматься операционкой и убедить меня в том, что ты построишь Амазон? Мне кажется, невозможно построить компанию мечты, занимаясь тем делом, которое... Слушай, Саша, когда ты строишь бизнес, ты не делаешь то, что тебе нравится. Ты делаешь то, что важно. Ты должен делать то, что важно. Ты не можешь делать все. Особенно катастрофически для компании. Это то, что ты будешь делать, от которого ты получаешь удовольствие. Поэтому в разные этапы жизни компании разные задачи. И бывают те, которые больше нравятся. Есть вещи, когда ты представляешь компанию, рассказываешь. Это прикольно. Это типа классная часть. Это как, знаешь, в марафоне ты бежишь. Ты выбегаешь, все трясут, там с барабанчиками девочки танцуют. Прикольно. В начале фильма очень прикольно. А потом ты бежишь. И ты бежишь, и там тихо, и жарко, и тяжело, и воды нет. И ты бежишь, и думаешь, какого хрена вообще я вообще сюда забрел. И ты долго бежишь. А потом ты опять прибегаешь на финиш. Опять девочки, опять музыка, опять типа движения какие-то. Поэтому тут еще ты такая в бизнесе. Знаешь, у тебя ты выныриешь. Можно там поговорить о каких-то вещах. Но в целом бизнес состоит из многих таких операционных, важных, рутинных операционных задач. Ну вот, которых удовольствие получают только люди другого склада, характера или ума. Ты можешь сказать, что какой-то больший процент времени это вообще не по кайфу. Не, не, не. Смотри, я в целом очень люблю свою работу. Да. Поэтому если в ней нужно, знаешь, если в ней нужно заниматься какими-то операционными вещами, ну ты должен. Ну, я в доме, знаешь, ты любишь жить в доме. Любишь, там, любишь ты ремонтировать, не знаю, там, кран свой. Ну, то есть, наверное, не очень. Ну, да, но я делегирую. Ну, да, понятно, делегирую. Но ты хорошо, кран, ну, да, я упрощаю. Но есть какие-то там, какие-то вещи, которые ты должен сделать. Тебе важно, чтобы вот эта вещь была сделана хорошо, и ты делаешь. Ты понимаешь, что это важная история. Ты это делаешь, но это не знаешь, что ты дом перестаешь любить, правильно? Слушай, ну и да, и нет. Я, смотри, то есть есть роли, в которых ты чувствуешь себя классно. То есть ты классный стратег. Да, но так не работает. Не работает. Ты говоришь, пацаны, смотрите, я стратег. Ты собственник бизнеса. Нет, смотри, ты стратег, ты стратег. Я собственник бизнеса. Всем внимательно, смотри, я стратег. Я тут, так было раньше, кстати говоря. Я прям вот так вот себя вел. Я говорю, смотрите, я вижу. The sky is the limit. Да, давайте, пацаны, вперед. И типа все должны были бежать. То так не работает. Все говорят, большие дядьки, маленькие дядьки говорят. Совсем маленькие, которые там уже бизнесы поумирали. Не работает так. Ты не можешь видеть, ты не знаешь, как оно работает, если ты не глубоко в теме. Я когда общаюсь с амазоновскими пацанами, которые с безо сами были на встречах, этот парень, конечно, его готовят. Конечно, у него есть ассистенты, которые дают глубину, и к каждой встрече он глубоко готовится. Но и тем не менее, сам подход. То есть чувак, который встречается, у него 15 стран, у него 600 тысяч сотрудников, 300 миллиардов долларов оборот. И он приходит и говорит, почему релевантность индийского канала в Индии, значит, на прошлой неделе упала. Он говорит, там все выпали в осадок. Она реально упала прям сильно. Я говорю, типа, ну как вообще? Мы думали, что он там с президентами ходит, там миллиард туда, миллиард сюда. А чувак смотрит метрики, KPI, смотрит, релевантность упала. Взял этого продакта, говорит, кого хрена? Продакт там говорит, я посидел, конечно, пока отвечал на вопрос. Но история такая, ты не сможешь управлять конторой. То есть правильная штука, когда ты из юнги становишься, проходишь все грейды, становишься капитаном. И ты можешь в любой момент заменить. Конечно, классно, чтобы люди были умнее тебя, но ты как минимум понимаешь, о чем речь. Как минимум, лексикон понимаешь. Знаешь, когда тебе айтишники рассказывают, они с тебя смеются, потому что мир айти и ты, это два разных вообще вселенной. И если ты не разговариваешь на их лексиконе, ты смешной. Если ты не знаешь if, then else, слово скомпилировать, тебя просто размажут. Поэтому ты должен эти вещи. Я не говорю, что ты должен программировать на питоне, но какие-то там hello world ты должен уметь написать. В складе ты должен упаковать, уметь заказ. Но вариантов нет. Ты не увидишь никогда оптимизации. И так везде. А я поэтому, а у тебя контора 9 разных бизнесов внутри, 1700 человек. Ну и тут это... Люди не понимают вообще количество работы, которые делают ритейлеры. Вот не понимают. У меня мои друзья, там бывшие, с которыми я общаюсь, они там присылают. Андрей, у вас встречается. Люди не верят, что я могу быть так занят. Что 9 встреч в день это... Я им просто копирую календарь, высылаю. Я не то, что говорю, я не посылаю тебя нахер. Просто вот так вот. Вот такая работа, вот такой ритм. Говорю нет, говорю нет, говорю нет, 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 нет. Потому что каждый раз, когда ты говоришь да, ты забираешь чуть-чуть у бизнеса. Ты когда вообще собираешься начать получать кайф от жизни? Я получаю по дороге. Я реально, слушай, я уехал в Стэнфорд на 2 месяца. Я так скучал. Зачем? За борщом? 5 дней отдыха. Ну слушай, за борщом тоже. 5 дней отдыха. Я обожаю касту. Я считаю, что мы сделали очень сложную историю. Я горжусь вообще, знаешь, командой и задачами, и целями, которые перед нами стоят. И результатами, которые мы сделали. Мы очень много крутых вещей сделали. Самые крутые вещи будут впереди. Но не умереть, не потерять деньги инвесторов. Вариантов было потерять, изменить, обломать. Всю эту историю миллион, ты же понимаешь. А вот сделать все красиво, это гораздо сложнее задача. Построить из белой компании, компанию, которая будет выживать. Потом вернуться в белое поле. Да, это с флеш-сейла построить каталог из азиатского управления культуры, где все боятся построить культуру, где все развиваются и растут. Это разные все миграционные вещи. Это достижения, которые сейчас... Ну то есть для рынка это еще не очевидно. Но я потенциал уже вижу изнутри. Знаешь, это вот тот случай, когда обертки еще нет, а конфетка уже очень, очень крутая. Какие показатели бизнеса ты смотришь ежедневно? У меня есть daily KPIs. У меня есть daily, weekly, monthly, quarterly, yearly. Да. Мы выстроили очень круто. В e-commerce порядка 800 KPIs. И ты сверху вниз смотришь трафики, конверсии, покупки, заказы. Ну слушай, стандартные все вещи. Метрики делятся на три части. На финансовые, количественные и качественные. Количественные это сколько трафика пришло, какой качественный трафик и деньги, что там с деньгами происходит. Вот как бы там три типа истории. Они делятся потом в свою очередь на маркетинг, на buying, на логистику. Есть сводная общая. Понятно, что ты все показатели ежедневно не смотришь. Ты приходишь с утра. Я прихожу с утра, открываю daily board, FBI открываю, FBI 30 показателей в каждом листе. Я думаю, что я смотрю показателей 90-100 в день точно. Ежедневно ты смотришь 90 показателей. Да, я тебе могу открыть. Сколько времени? Сколько это времени занимает? Ну смотри, я знаю наизусть вчерашний план и все остальное. Потом, когда ты смотришь, ты быстро эту штуку смотришь. 5-10 минут, если какие-то отклонения, зависания ты вызываешь ответственного, просишь объяснить. Ну это может занять. Если это проблема прям системная, оно должно в какой-то в виклимитинг попасть. Сколько вчера заказов было? Вчера? Ну порядка 20 тысяч. Мы там точную цифру не говорим. Ну я же тебе сказал, порядка 20-25 тысяч. У нас канал смотрят молодые ребята-предприниматели. Мне очень интересно твой взгляд на то, что повлияло на тебя как на предпринимателя. Родители, воспитание, среда и так далее. Смотри, одна из причин моего согласия на интервью. Первая причина циничная. Я считаю, что в касте есть о чем поговорить. Не есть о чем. Нам есть о чем рассказать. Мы супер крутая команда и крутая компания. И одна из целей это поиск крутых, крутых людей. Вторая цель. Я считаю, что предприниматели это святые люди. Я считаю, что они сильно недооценены в Украине. И считаю, что очень, знаешь, все смотрят какие-то такие безопасные позиции. Сел, посидел. Я намного больше уважаю бабушку на базаре, которая торгует овощами, чем вице-президента банка или банкира в целом. Почему? Потому что бабушка гораздо больше рискует в этот конкретный день, чем банкир. Она гораздо больше принимает критических решений для ее конкретной ситуации, чем банкир, который делает все, чтобы закрыть свою задницу. Там машина едет, он играет в политические игры. Это вообще ни хрена не предпринимательство. Предпринимательство это про созидание. Про созидание, про создание что-то нового, про дополнительную ценность. Бабушка делает дополнительную ценность, бабушка, дедушка, там не важно, кто-то там торговец на рынке. Про ответственность нет? Про ответственность, про риск, про самостоятельность, про отсутствие президента Гамнюк, мама Гамнюк, генеральный директор Гамнюк. Все вокруг у нас виноваты. Куда не зайдешь, посмотришь, все гамнюки, ты, блядь, кто? Ты чьи будешь? Вы меня извините, товарищ артист, ну что такое? Чих. Чихолоп, спрашиваю. Да, вопрос. Чем ты живешь? Очень простой вопрос. И предпринимательство очень четко отвечает на этот вопрос. Философов до хрена. Да, особенно я знаю в Фейсбуке. А людей, которые пошли и сделали свой бизнес, единицы. В Украине это проблема. 3% в Украине. Катастрофа. В общем, мире 7%. Чем больше будет предпринимателей, тем лучше у нас будет правительство, тем лучше будут люди адекватно оценивать реальность. Что для предпринимателя ты сказал? Показатель предпринимателя – это бизнес, который за ним стоит? Это деньги? Это счастье? Или что? Как сказать, вот этот чувак крутой, а вот этот так себе? Знаешь, вот это хороший вопрос. Я над нем думал. И я считаю, предприниматель – это не тот даже, который сделал первый бизнес крутой. А предприниматель, который сделал что-то. Либо его повторил в другой географии, потому что это другая абсолютная история. То есть сделал здесь бизнес. Научился соковыжималки делать в Украине. И с этими соковыжималками порвал, не знаю, Польшу и Румынию. Вот это реально очень круто, потому что масштабирование географически меняет сильно, сильно все. Ты должен изменить ту бизнес-модель, которую ты можешь нащупать случайно. То есть, грубо говоря, крутого предпринимателя от некрутого предпринимателя отличает случайность. А первый раз – это может быть случайность. Первый раз успешный бизнес ты сделал – это может быть случайность. А если ты сделал первый бизнес, а потом сделал еще один бизнес и он тоже успешный… Это уже серийный предприниматель. Ну смотри, я проводил… Чуть-чуть изучал вопрос. Это не серийность. Есть много… Ну серийность или не серийность? Я сейчас вот веду к чему. Господин Безос, да? Разные бизнесы. Это разные бизнесы? Ну конечно. Абсолютно разные бизнесы. Ну блин, ага. Он сделал Amazon Prime Video. Он говорит, я сейчас выиграл 4 золотых глобуса и параллельно продаю туфли. То есть он научился создавать шедевры кино. Это вообще никакого отношения к рассылке книг не имело. А он построил. Или сейчас он строит, не знаю, рвет там UPS и FedEx в курьерских службах. Это вообще никакого отношения к сайту и кодингу не имело. К Amazon. Или в AWS он там приделал все эти там Google и Microsoft. А в рекламе он сейчас трахает Google в рекламе. Ну короче. Это вообще тотально другие бизнесы, которые чувак заходит за 3-5 лет просто разносит фил в хлам. Маск. Вот это один из гениальных чуваков, который, мне кажется, это наследник Стива Джобса. Чувак, который может видеть. Потому что Безос, он говорит, я как бык. Я типа вижу большую историю. Я типа не вижу там. Я не создаю продукты, которые там разогревают майнсет. Но я вижу большой рынок. И я готов на маленькой марже очень долго и упорно работать. Да. А Маск говорит, а я сижу, накурился марихуаны. Он визионер. Херак. Вижу, блядь, нас на Марсе. Все. И туда Херак и строит Марс. И он строит Теслу, Марс там и кучу других вещей. Вот это круто. Ты про Херак или про первую историю? Я про Безоса. Я не Маск. Я про Безоса. Я про упорство. Я точно какие-то вещи вижу, но создать. Слушай, но количество людей, которые могут похвастаться таким видением, как у Маска, оно крайне ограничено. Почему ты себя так недооцениваешь? Я точно знаю. Я думаю, что это сильная моя сторона. Знать, что ты не умеешь делать, это сильная сторона. Ну, потому что, слушай, знаешь, как мне в Стэнфорде говорили, есть с точки зрения продакт-менеджмента и продакт-менеджмента. Знаешь, все говорят Амазон, 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 там типа такие компании. Говорят, смотри, с точки зрения продакта есть Apple, есть Амазон, а потом есть все остальные. У них есть гений внутри компании, и никто не может создать продукты, которые сделал Jobs. Ну, никто. Каждый виток его продуктов, начиная с iTunes, iPod, iPhone, iPad – это новый виток был. Jobs ушел – ничего нет. Zero. Они монетизируют то, что построил Jobs. Они что, дурные? У них что, нет денег на гениев? Кто-то мне сказал, что в Вашингтоне было написано на здании там какого-то соцтруда We need more Jobs, Steve Jobs. Типа нам нужно больше таких чуваков, только это редкость. И вот это дар, вот это гений, да. Ну, моя сильная сторона, я не могу сидеть в кресле и придумать новый iPhone, да. Но я могу организованно создавать крутые команды, которые построят большую историю. И это, ну, это тоже неплохо. И ты не ответил на мой вопрос. Что сделало тебя предпринимателем? Это вопрос, типа, ты… это завод-производитель, типа, или ты как бы по дороге все… Да, это можно повторить или нет? У тебя есть дети. Ты хочешь для них предпринимательской… Я хочу, я хочу, чтобы они были самостоятельными, а предпринимательство – это классный путь к осознанию самостоятельности. Ну вот что, ты можешь какие-то качества, какие-то события в жизни, которые привели тебя, какая-то формула, которая сделала Андрея Логвиным тем, кем он является сегодня? Ну, я думаю, что тут частичная история. Нет, наверное, правильного ответа, но частично это генетика, да. То есть там тебе должна это нравиться история. Слушай, смотри, еще раз. Привыкнуть к риску очень сложно, не знаю, говорят парни на фронте, что привыкаешь, когда нужно, но обычно нормальному человеку херово в кризисной ситуации. Вот ему херово. И он так хоп и в норку. Ну да, но ты понимаешь, ты приходишь на работу и у тебя полный п*** постоянно. У тебя, начиная от прокуратур налоговых, заканчивая отсутствием денег, рынок, клиент, увольняются айтишники в долларах, зарплата. У тебя херово туча история. Не, ну это стандартная история. Пожарников ты забыл еще. Да миллион, слушай. У тебя количество херовых новостей, ну часто в день, ну просто, знаешь, домой приходишь и говоришь, как день прошел. Знаешь, я люблю этот вопрос. Я говорю, хочешь один раз расскажу? И один раз сел и рассказал. Предпринимательство это серьезная штука и ты должен получать, ты должен научиться жить, ты должен научиться засыпать, когда стресс. И вот эта часть, она наверное уже привыкает, ну она прививается. Но желание построить, желание, вот этот внутренний позыв, инсайт, который тебя должен двигать, да, он должен откуда-то идти. Я думаю, что это генетика. Как ты считаешь, кто будет первым миллиардером в IT, в ритейле в Украине? Ну я считаю, что я. Да. Кто еще для тебя является примером? Я считаю, что классно будет выглядеть список Forbes, если там будет пять атишников, а не там разные Пинчуки, Коломойский и Ахметова. Я думаю, что на самом деле это очень, очень быстро изменится. Я думаю, что в 3-5 лет в списке появятся правильные, честные ребята. И это сильно изменит, знаешь, даже молодежь, потому что у тебя появится надежда, появится пример, как можно своим трудом, умом построить какую-то интересную историю. У тебя были попытки создания проекта. Я помню твои выступления 7 лет назад, 8 лет назад, когда ты очень активно выступал. После этого был Шопиум, после этого была Шафа, после этого была своя доставка товаров кроссбординга. Что случилось с этими проектами? С Шафой история закончилась положительно. Мы продали ее Прому, Пром на каком-то этапе присоединился как инвестор, потом в конце мы ее продали. Сейчас Шафа в холдинге Пром Розетка Шафа. Мы как компания сейчас объединены, мы можем делать все. С Глобалом история была активная. Мы считаем, что есть проблема с украинским законодательством по поводу беспошлиного ввоза. Изменить мы ее не можем. Вот это порог 150 или 100 евро, я не знаю, сколько сейчас. О, 120, по-моему. Там около 100, вроде бы. Да, около 100, да. Мы хотели организовать возможность простого доступа наших клиентов к мировым маркетплейсам. И тут, как обычно в e-commerce, когда ты не контролируешь всю цепочку, а мы не контролируем, есть перевозчик МАУ, есть таможня наша, есть Служба безопасности Украины, которая проверяет эту всю историю. Короче, понятный, правильный, масштабируемый бизнес, не коррупционный, построить там сложно. Слушай, мне там было всегда странно. Ну, мы круто стартанули. Мы за два месяца сделали 40-50 тысяч заказов в месяц. И это там порядка 100 тонн. МАУ там планировала новые... Это доставленные заказы? Это доставленные заказы. Они там все были доставлены, да. Это много. Это больше, чем Мистэкспресс за 20 лет, я думаю, в разы. Окей. Когда вы это анонсировали, мне было странно. Как это коррелировало на тот момент с твоим бизнесом? Зачем? Смотри, я всегда смотрел в ширину категории. У меня фэшн. И я искал, как сделать одну точку входа для клиентов. Я хотел, чтобы люди использовали касту как точку входа для всего шоппинга. И вот это было одно из решений. Оно действительно не прямое и не ровное. Но как эксперимент имеет право на жизнь. Мы многое научились. Мы поняли, как работает курсборд. Проект шоппинг, который вы купили? Шоппинг мы убили очень просто. Мы когда в 2014 год заходили, мы все проекты, которых не было окупаемости в месячную перспективу, мы закрыли. И в 2014 году была классная команда, хорошая идея. Покупаемость в месяц? Ну, то есть деньги, если у тебя на 30 дней вперед кэшфло, то ты не планируешь проекты на 2 года. Поэтому тут решение было очень простое. Мы закрылись, сказали спасибо ребятам. Спасибо, 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 спасибо. Поигрались. Поигрались. Я считаю, что это правильная идея до сих пор. Вот. Но на это нужны деньги. Да, на это нужны деньги длинные. Слушай, смотри. Ты считаешь, есть проблема денег в Украине? Я знаю, что я читаю там медиа, смотрю, как все подхватывают классные идеи. Безос сделал это, Безос сделал то. Если глубоко изучить количество, есть такая классная статья на Business Insider, называется «Количество фейлов Безоса». Да. Он запускал Kindle, известный Kindle, 3 раза. Marketplace строил 10 лет. Amazon Prime, который сейчас one of the pillars в бизнесе, он типа 4 года 2 раза перезапускал. У него количество… Amazon Fire, он телефон запустил, да, в котором он был лично продакт-менеджером. Безос его сам, ну, создавал руками, грубо, в A9 в Силиконовой долине. 600 миллионов долларов. Гух. Говорят, ну типа, а что с этими потерями списать? Безос говорит, не-не, это не потери, это были… Инвестиции в знания. Дорогой опыт, да. Да, это был дорогой опыт. Ты сказал, не хватило инвестиций. У нас проблема с деньгами в стране? Слушай, я тебе секрет открою. В нашем бассейне нет воды. У нас в Украине нет вообще, в принципе… Горизон Кэпитал сказали, у них 200 миллионов, они ждут. Ну… Они готовы инвестировать. Смотри, все относительно, да, они готовы инвестировать. У Храйзена есть там пару рублей. 200 миллионов долларов в Силиконовой долине имеет уборщица… Ну слушай, мы не берем экономику Силиконовой долины… Да, для Украины это большие деньги. То есть, найди дурачка, который сюда там инвестит миллиард. Ну… Ну, я о чем говорю. То есть, это больше ошибка, чем тенденция. То есть, в Украине рынка, в правильном смысле слова, инвестиционного сегодня… Сегодня, вот за последние 3-4 месяца, я бы сказал, сильно ситуация меняется. Вот. И он очень сильно оживает. И это в большей части из-за того, что произошло в политическом плане у нас, да, с выборами президента и парламента. Вот. Но… В пятнадцатом, в шестнадцатом году… Ну, ты ж посмотри, какая доходность по долларовым депозитам. Ты в жизни… Ты в мире не найдешь таких цифр. Кредитные ставки в гривне, там, 18 процентов. Ну, это нездоровая история. Мягко говоря. Ну… Мы это все понимаем. И все-таки, что первично, идея или деньги? Нет. Слушай, в мире денег очень много. Просто не хватает доверия, что твоя идея совершится. Если я потерплю неудачу и сдамся, вы думаете, что я когда-нибудь поднимусь? Нет. Вот. Если ты сможешь убедить… Возвращайся к моему вопросу. Ты говоришь, идеи были классные, но вопрос инвестиций. Если идея классная, неужели проблема найти инвестиции под классную идею в Украине? Конечно, проблема. То есть это вопрос инвестиций? Конечно, проблема. Вопрос времени? Нет. Это проблема. Слушай, ну, ты… что ты должен делать? Да. Ты должен… Да. Одна из базовых функций CEO – это рейзить. Рейзить классно, правильно и все остальное. Но, знаешь, ты должен либо строить продукт, либо поднимать деньги. И здесь, знаешь, в ситуации, когда война и когда там 95% фондов, с которыми ты разговариваешь, говорят, мы типа… We don't cover your area. Да, мы типа… Мы вот на Румынии останавливаются, у нас как бы покрытие всех вещей. То, в принципе, разговаривать очень тяжело. Поэтому ты должен учиться жить самостоятельно. И в момент, когда ты правильно растешь, зарабатываешь… Лучший бизнес – это который не требует инвестиций. Инвестиции – это про скорость. Инвестиции – это про скорость, да. Но Украина сегодня похвастается… Украинцы думают, и я всегда так думал, что мы пуп земли, что у нас тут проблема. И вот, значит, все должны переживать о нас, все должны нам помогать. Приехав в Стэнфорд и увидев 70 стран с разных сторон, я понял, что, во-первых, есть мировая конкуренция. Есть инвестор, у него есть доллар, и он может в Филиппины, в Индонезию, я не знаю, в Таиланд, в Бангладеш вкладывать. Или в Пакистан, в котором 200 миллионов, и средний возраст населения – 23 года. И когда мы говорим, у нас там проблемы, проблемы и все остальное… У меня парень с Венесуэлы, Альфредо, товарищ, он говорит, у тебя проблемы, Андрей? 2 миллиона процентов инфляции за год – вот это проблемы. Голод – 34 процента населения – вот это проблемы. Это относительная история. Мы не привыкли смотреть глобально на шарик земля, а он стал очень глобален. С этими дешевыми лоукостами, с этим быстрым передвижением денег между материками, с этими технологиями фейсбуками. Шарик глобальный и в том числе в институционном бизнесе. И Украина должна как страна конкурировать за деньги больших игроков. Ты должен это делать. И мы объективно с этими право-лево, там хороший-плохой, я про президентов предыдущих, да, мы проиграли конкуренцию за капитал мировой. Очень надеюсь, что сейчас ситуация изменится. Ты вспомнил классную историю про Безоса. Что для тебя фейл в таком случае? Саня, я вот эти вопросы, конечно, что для тебя фейл? Фейл, ну типа гейм овер – это смерть, да. Смерть человека, смерть компании, смерть страны. Эксперименты, которые ты делаешь и в которые ты веришь, но они не получаются – это знания, да. Это вопрос, чтобы у тебя хватило ресурсов на вот эти эксперименты. Поэтому я точно, знаешь, так жизнь потренировала. Сказать, что я прям великий спортсмен не могу, но тренировки определенные прошли. И мне кажется, что пока ты можешь встать – это не фейл. Пока ты можешь встать и бежать – это был просто урок. Все остальное посередине – это вот тренировка. Твои отношения к партнерству? У тебя есть история прошлая. Начинал бизнес с партнерами, сейчас ты говоришь, у тебя есть партнер. Прощание с Насперсом и так далее, так далее. Что бы ты посоветовал молодым ребятам брать деньги на старте, стартовать бизнес с партнерами, стартовать самостоятельно? Тоже знаю, у вас была тяжелая история там расставания. У нас не была тяжелая история. Мне кажется, с нашей историей расставания, я бы сказал, что это success case, а не fail. Я не говорил, что fail был. Мы одни из немногих бизнесменов, которые начали бизнес по дружбе, вырастили его в существенные цифры и разошлись, при этом дальше общаясь, оставшись товарищами. Потому что украинцы, они такие прям упираются, стреляются. Ну разные есть, тут и братья, и сестры между собой. Вот, это наша проблема. Поэтому мне кажется, что наша заслуга всех вместе. То есть это не история одного дня, но мы нашли в себе мудрость правильно расставить акценты и пожать руки, и остаться людьми. И это на самом деле спасло всех, мне кажется. В той ситуации, когда мы были, сейчас оглядываясь назад, если бы мы этого не сделали, компания и так была нелегко, сильно. И три капитана было в тот момент очень опасное упражнение. Для молодых ребят, которые начинают, что бы ты посоветовал? Смотри, я советовать не буду и не могу. Я точно еще не на этом этапе. Мне нужно, я думаю, еще лет 15 поработать. Знаешь, такое количество сцепится сейчас всяких разных советов со всех сторон, что, мне кажется, им очень нелегко. Я скажу о своем опыте. И почему еще не буду советовать? Потому что контекст важен. Важно положение, где ты находишься. Важно, ты стартап или ты сильный, ты слабый, ты быстрый. Ты в Украине, ты не в Украине. Это все равно, что ты собираешься стать чемпионом по бегу. И какой бы ты совет дал? Это сложный вопрос, контекст супер. Да, в Украине с папой, без мамы. Идея, ты гений, ты сильный в IT или ты сильный в Ичаре. Это сильно зависит вообще от всего. Легче в партнерстве, чем... Я про себя скажу. Легче в партнерстве, чем без партнерства. Потому что, смотри, бизнесмен – это человек, который должен состоять... Который должен не состоять, а постоянно находить оптимизм и позитив в состоянии полной неопределенности. Полного, а часто полного какого-то. И если ты сам – это объективно тяжелее. Потому что ты каждый день строишь то, что не строил никто. И по каким-то только тебе, по какому-то gut feeling тебе должен подсказывать, что это правильная дорога. И вот когда ты сам... Нет идеальных менеджеров. Да, Дизеса любимые все цитируют. Нет идеальных. Ты либо визионер, либо операционист. Либо привлекаешь людей, либо ты, не знаю, инженер какой-то. Партнер должен комплиментировать вещи. И партнеры друг к другу добавлять. Одно второе. Ну и, знаешь, держаться в темноте намного... Когда ты вдвоем и когда ты один – это две разные ситуации. Вот, с одной стороны, в партнерстве легче. С другой стороны, партнерство – это сложная история. Ты должен зайти в зрелым человеком. Потому что партнерство, там в нем много романтики. Украинский бизнес не умеет выстраивать юридические отношения. У нас базы нет для этого. У нас базы нет для этого. У нас опыта нет для этого, да. Мы еще не расписывали, а что будет, если... Ты как бы с другом, да, ты приходишь и начинаешь бизнес. Ты должен сейчас подписать. А что будет, если на тебя балкон завтра упадет? Даже себе представить. Может, ты что, охерел вообще? Ты вообще здоровый. Я же... Мы не умеем расписывать сценарий. И это прям прозрелость. Поэтому это сложная история. Поддерживать, когда тяжело. И радоваться, когда что-то получается. Но самое главное в бизнесе, это когда про тяжелую историю. Потому что... Здесь любимого Черчилля я люблю, что у победы много друзей. Только у поражения они настоящие. Ну, бизнес это прокалить огромное количество падений. Огромное количество. Знаешь, я все очень хотел бы, чтобы Безос написал свою книжку. Потому что сейчас все Amazon, Amazon, Amazon. Друзья, никто не знает, что он пережил с 2002 по 2008 год. Так сейчас мы знаем, что маркетплейсы победили. Что e-commerce это прикольно. Что IT-технологии развиваются. Тут ML, AI и все остальное. Чувак без дупля вообще. Просто без дупля шел. Я не знаю, по какому. Зарейзил денег. Огромное количество. Сократил контору. 4 миллиарда на входе. 3,2. 3,2. 3,2. Оборот его был меньше в тот момент. Построил 5 складов. 3 закрыл. Там его все кинули. Ну, короче, адский ад. Его борт отодвинул. Поставил какого-то типа мега-менеджера. То, что чувак прошел, щупая по сути, это невозможно передать. Я получил миллионы долларов в амазон.ком. Никто из этих вещей веселых. Но они тоже не важны. Что действительно важно, это компании, которые не продолжают экспериментировать. Компании, которые не поддерживают ошибки. E-commerce это очень сложная история. И вот ему повезло, у них в Штатах развит институт менторства и коучинга. Да. И очень много грамотных людей, как оказалось, было рядом. И я думаю, что это ему сильно помогло. Потому что самостоятельно пройти такой ад, это объективная непростая история. Ну, там сильные и слабые люди ломаются. Знаешь, ты должен постоянно, постоянно и абсолютно комфортно себя чувствовать в состоянии шока. Вспомни свое состояние шока, некомфортную ситуацию, где тебя трясет. И это типа должно быть, и тебе от этого должно быть хорошо. Слушай, я тебя вот слушаю и вот со стороны скажу. У тебя столько боли, я не могу сказать, что в текущем состоянии ты счастлив. Со своей работе. Ты шо, я глубоко счастливый человек, ты шо. Убеди меня, почему это не так. То есть мне кажется, что вот с момента, когда мы виделись в тринадцатом году и сегодня. То есть ты в состоянии постоянного пиздеца и до сих пор это продолжается. Так есть. Нет, до сих пор продолжается, нет. Я сейчас очень комфортно себя чувствую. Каста на этапе сумасшедшего взлета. Я глубоко в это уверен. Я считаю, что за девять лет я научился чувствовать момент, когда мы занырием глубоко в воду. И я точно чувствую, когда мы вынырием. Каста будет лицом украинской экономики. Команда, которая делает это, это будут люди, которые будут хотеть все. Вот. Поэтому мы сделали огромную тяжелую работу. Поэтому у меня в этом смысле глубокая убежденность, что у нас все отлично. Окей. Мы подошли к хорошему моменту усталости, менторинга и так далее. Как ты борешься с этим? С чем? Со стрессом? Да. Ну, слушай, я придумать ничего другого нельзя. Спорт, сон, питание. В сорок лет борьба со стрессом и в тридцать лет, мы с тобой знаем отлично, это разные инструментарии. Вот. Раньше можно было… Не знаю. Расскажи, как у тебя происходило в тридцать-сорок лет. Все молодые. Слушай, я тридцать лет пять раз отмечал на Ибице. На Ибице там, знаешь… То есть ты просыпался, тебе опять тридцать и ты продолжал, да? А сорок лет я думаю, что я встречусь с йогуртом где-то в йога-комнате в шесть утра, знаешь. То есть отличается? Ну, оно сильно отличается, конечно. Но уже ты не простоишь ночь на дискотеке, утром помоешься и на работу не пойдешь. Да. Да, оно же меняется история. Но приходят другие вещи какие-то более грамотные. И спорт приносит огромное удовольствие. То есть спорт – это контролируемый стресс, который тебя тренирует. Вот. Маловато времени, но это супер важная вещь. Сон – супер важная вещь, да? Безо говорит, если я девять часов не посплю, мои решения… Качество моих решений падает на 30%. И я верю, это не фигура речи. Я верю, что… Мне не получается… Не то, что времени нет. Мне не получается спать девять часов. Но я вижу, что девять часов сна – это просто меняет. Просто радикальная история. Вот. Ну и чтобы выключить музыку в голове и мысли, и идеи, которые приходят ночью – это медитация. Ты другого ничего не придумаешь. Можно, конечно… Слушай, ну пробовали все алкоголи там и… Ну, кстати, наркотики я не пробовал никогда. Но мне грамотные люди говорят, что точно такая же история. Тоже не помогает, да? Тоже не помогает, да. Ну, она помогает в эти 15 минут счастья. А потом все заканчивается, как обычно, да. Как построен твой рабочий день? Слушай, ну… Рабочий день утром я встаю в 6.15 – 6.30. Будильник. 7 – всегда спорт. В 8.59 – у нас стендап с командой. Это 15-минутная история. И дальше рабочий день зависит от дня недели. Я стараюсь в понедельник-среда быть в операционных вопросах. Четверг-пятница – это больше внешние, партнеры, государство. Если не вносит… Коррективы. Налоговая, да, или кто-то там, коррективы какие-то. Смотри, у нас есть рубрика «Секретный вопрос». Так. Это тот человек, который знает тебя хорошо, но для тебя это сюрприз. Я тебе даже больше скажу. Для меня это сюрприз, потому что я только что закачал этот вопрос и даже его не слушал. Прекрасно. Человек, которого мы знаем хорошо – это Олег Скрипниченко. Привет, Андрей. Учитывая, что мы с тобой познакомились на теннисных кортах больше 20 лет назад, мой вопрос будет связан со спортом. Какое место спорт занимает в твоей жизни сейчас? Чем именно ты занимаешься? И не скучаешь ли ты по теннису? Слушай, мы с Олегом действительно познакомились на теннисном корте. И очень долго играли в теннис. Это все, что в юности было и все, что связано с теннисом – это прям, знаешь, такая внутренняя ностальгия. Скучаю очень. Мне пару лет назад жена подарила неожиданно билет на Ролан Гросс. И для людей, которые играют в теннис – это значит много. И вот я первый раз приехал на Ролан Гросс. И ты не представляешь. Я сидел день, я смотрел 7 разных матчей подряд. Я забыл поесть, попить. Юля никогда не занималась теннисом, соответственно, не понимала, почему мяч туда-сюда летает. Ну, вернее, там, наверное, приблизительно понимала, что это типа неплохие ребята. Но для человека, понимаешь, это как в разном спорте. Для того, чтобы в спорте понимать, чем отличается Надаль, грубо говоря, от меня, нужно лет пять поиграть в эту историю. Надаль – это… Надаль. Рафаэль Надаль. Ну, да. Он тогда выиграл. Он выиграл тогда Роман Гросс. Но это не игрок. Это, как сказал мой сосед рядом по сиденьям, он говорит – это Animal. Это типа просто он ест, говорит, своего конкурента, и идет домой потом. Потому что он бегает, он так играет, как будто он опаздывает, знаешь, на бизнес-встречу через 15 минут. Он бегает за мячиком, он его просто уничтожает от мячик. Поэтому у меня, знаешь, это одна из таких детских вещей. Поэтому отвечаю на вопрос – скучаю за спортом. За теннисом очень. Я даже купил ракетку уже. Вот. Приехав в Киев, я занимался 7 лет и там какой-то период времени прям старался профессионально заниматься. В Киеве я после этого ни разу не брал ракетку в руки. Ну и все. Я и футбол смотрел, и теннис любил. Но когда занимаешься бизнесом, то… Я знаешь, как-то меня дернули. Сказали – слушай, сегодня там финал Лиги чемпионов. Я думаю – о боже. Надо сходить. Ты не понимаешь. На третьем курсе, сидя на последней партии, мы на спор на Big Mac меню. Мы называли второй состав аргентинской. Там Хосе Игнасия Дехухуй. Знаешь, вчера. Кто вышел, кто не вышел. По фамилиям. Не то, что там ты знаешь, когда Лига чемпионов, когда нет. Ты знал состав второй Лиги. Знаешь. А тут мне чуваки говорят – а ты идешь там Лигу смотреть? А я не знаю даже. Вообще. Понимаешь? Ты думаешь – блядь, херня какая-то. Знаешь, ты настолько… В этот момент надо подписаться. Ребята, не занимайтесь своим бизнесом, потому что спорту настанет жопа. Правильно? Такой вывод? Если вы хотите что-то сделать в бизнесе, ребята, то да, то спорту настанет жопа. Ты сторонник теории, я вот называю, есть теория ебаж. Много работать – хорошо для всех. Саша Конотовский очень любит произносить эту фразу. Я считаю, что… Ну вот у меня переведено на английский язык это. Ага. Вот это практически то же самое. Да. А почему точка стоит? Потому что это точка. Там все больше ничего нечего добавить и отнять. Это тоже, кстати, жена подарила с намеком. Сколько времени остается на семью? И как ты балансируешь между бизнесом, уже, я так понял, отсутствием спорта. Смотри, мы с Юлей договорились, что воскресенье – семейный день – это важная часть. И я очень сильно стараюсь это правило выдерживать, да. Я не хочу сделать так, чтобы пропустить молодость, юность своих детей. Это прям важная история. Но в e-commerce, если ты не работаешь 6 дней, сказал Сэм Уолтон, плохие новости тебе скоро не будет. Поэтому ты должен тут, ты должен жить, умирать в офисе. I'm going to fight, I'm going to work, I'm going to press tour, I'm going to learn, I'm going to do everything in my power. И по-другому, что smart, work smart, а не hard – это все сказки народов мира. Ты не веришь? Я не верю, я знаю, что это не работает. Я знаю огромное количество грамотных ребят, которые так говорили, у которых сейчас нет бизнеса. Пример. Ну слушай, я буду обижать сейчас фамилию. Ну давай обиди, мы уже это самое. Не-не, смотри, мы же культурные ребята. Назви проекты. Слушай, я тебе по-другому скажу. У меня было 12 конкурентов в фэшн. 12. Leboutique. Есть он в рынке, нет? Ты уже с конца начинаешь. Да, я сначала. Prestige Shop. Ну, Prestige Shop, но это был не украинский проект, это немцы были. Ты что, слушай, спокойно. Это украинский проект. Там частично были… Но вы стартовали, Prestige Shop умирал уже. Мы стартовали, Prestige Shop делал миллион долларов revenue. Мы стартовали, я приходил к поставщикам, они говорили, мальчик, дверь там, что ты хочешь? Потому что Prestige Shop закрывал все вопросы. Ты кто? Кто ты вообще? Интернет, они говорят, что это? Окей, Prestige Shop. Там много было. Ну давай. Fame, стиляги, лейблы. Label. Ну, мертворожденный он так не полетел. Они так не думали, 3 миллиона евро инвестиций. Топ-моллы, Тегибко. Топ-молл Тегибко. Ну, 12, я тебе говорю, слушай, я тебе как человек, который жил каждого… Но Топ-молл не был про фэшн, Топ-молл был про все. Слушай, Топ-молл был… Да была убийца розетки с инвестициями 5 миллионов. Привет, Виктория Тегибко, надо с ней снять большую рыбу. В каждый этап жизни Топ-молл был про разное, но в какой-то период времени он был про фэшн очень. Ну и LeBoutique. LeBoutique уже не игрок в фэшне. Я знаю, что ребятам сейчас нелегко. Я знаю, как нелегко, когда бизнес падает. И я всегда очень уважительно отношусь к такому положению ребят. Потому что вот тут как раз закаляется сталь. Тут как бы проявляются самые сильные качества людей. Айронболлс. Айронболлс, да. Это история про испытания. И, знаешь, можно улыбаться и смеяться, но это не моя история. Я хорошо знаю, когда падает бизнес, как ты себя чувствуешь. Поэтому, знаешь, я тут... Я не знаю, какие там сценарии. Я думаю, что сценарий выжить. Задача выжить. Им нужно спасти компанию. Им сейчас сильно нелегко. Но еще раз повторюсь. У нас нет конкурентов между собой. Не модная каста стала причиной смерти. Оффлайн огромный. Что-то сделали не так. В стратегии, в тактике я не знаю. Но рынок огромный, повторюсь. Мы стартанули электронику, мы с тобой говорили. Я считаю, что в электронике огромный... Не я считаю. В Украине в электронике куча оффлайн сетей растут и развиваются. Я считаю, что это розетки огромная недоработка. Ты знаешь... Ну, кто может сказать об этом точно? Не знаю. Может быть, и опоздали. С одной стороны, с другой стороны, мы искали и ничем помещение. И нам... Ну, чего греха таить? Нам... Я, в принципе, это говорил уже. Я скажу еще раз. Нам тяжело дается оффлайн. Я считаю, что мы эту недоработку исправим. Но розетка нифига себе бежит сейчас. Послушай, еще раз. Они в этом году обещают открыть 10 оффлайновых тоже. Может быть. Но суть от этого не меняется. В 2019 году, когда в развитых рынках оффлайн-ритейлеров в электронике практически уже нет. Да. Есть доминанты в онлайне. Да. У нас на сегодняшний день есть игроки по 10 миллиардов гривен. Четыре игрока. Которые растут и развиваются. Что-то тут не так. Да. Ты имеешь в виду развиваются в оффлайне? В оффлайне, да. Это кто? Это Эльдорадо? Это Фокстрот? Это... Фокс? Конфи. Конфи. Алло Эльдорадо. Алло. Да. Ну, это оффлайновые чистовые рынки, которые что там с сайтами делают, но они про оффлайн сили. Ну, Цитрус еще, кстати, пятый. Ну, твоя гипотеза то, что... Не гипотеза. Я сухой остаток. Еще раз. При всем уважении к игрокам. Развиваясь в оффлайне, ты считаешь, что онлайн их не дожимает? Я знаю, что у онлайна огромное количество преимуществ, которые должны размазать оффлайн игроков в точку, да. Если они существуют, то кто-то не дорабатывает. Давай так, омниканальность, ты не веришь в омниканальность? Я... Я верю в омниканальность в каких-то вещах, но это не история сейчас еще про те компании, про которые мы назвали. Ну, история про сложный товар, который нужно посмотреть. Холодильник. Самый простой товар. Холодильник Липхер. Да, но это сравнимый товар, понятный товар. Шоурумы должны быть, да, но не надо 200 магазинов по Украине, а их сейчас 800 всех вместе. Для этого не надо. Ты знаешь, что точка розетки на Петровке, то есть мы общались вот со Славой, ты интервью не смотрел мы? Смотрел, конечно. 5% оборота от бизнеса розетки дает магазин 2000 квадратных метров. Это точка выдачи. Еще раз. Смотри, мой поинт такой. Чисто оффлайн ритейлер чувствует себя катастрофически плохо в странах, где онлайн ритейлер молодец. Вот это тезис, который я готов отстаивать. Очень мало примеров успешных в мире. Я даже таких не знаю. Слушай, я в мире тебе даже объясню, но у меня есть свое объяснение. Давай. Потому что в Америке, находясь в полуальто, где ты учился, тебе, чтобы поехать там в Волмарт, Волмарт находится хер знает. Да, ты знаешь, что Волмарт, количество, 5,5 тысяч точек Волмарта, количество 5 километров на рич 90% населения Америки. У них такой рич. 5 километров от любой точки, где ты живешь, до Волмарта. 5,5 тысяч Волмартов. 5 километров. Да. Я у себя в Харькове в пределах полутора километров, проходя за полчаса, попадаю в три крупных супермаркета. Слушай, ну в Нью-Йорке ты тоже купишь айфон быстро. Ну ты же в Харьков не ровняй. Нет, я просто про то, что у нас ритейл, мне кажется, ты больше специалист. Можем об этом поговорить. Отличается от… Наш ритейл… У нас ритейл очень охерительный. Ты заходишь в Волмарт, плевать хочется. Наш ритейл… Это дети по сравнению с американским ритейлом. Что? Наш ритейл – дети по сравнению с американским ритейлом. Дети вообще. Дети. Количество метров, есть кучи KPI, метрик, погуглишь, в котором говорит оборачиваемость метра. Количество метров квадратных на население. Ну конечно оборачиваемость метра, когда у нас средняя зарплата 200 долларов. На население. Да, количество метров на население, наверное, там одна из метрик важна. И вот Китай проехал, Китай не успел… Погоди, там потребление другое, ну понятно. Да у тебя потребление, товарное потребление. Смотри, мы сейчас о чем спорим. Пойнт такой. В Штатах был супер развитый оффлайн ритейл. Это был самый высококонкурентный рынок в мире. Приходит персонаж, которому сильно нелегко. Amazon. Да. Который делает свою работу так, в котором чисто сети оффлайновой электроники практически исчезают. Best Buy еще живой, но типа Circus City и там энное количество сетей электроники просто исчезло. Правильно. Но этот же персонаж активно развивает свою оффлайновую сеть. Да. Где? В grocery. Он там продает морковку. Я сейчас говорю про электронику. Окей. Наше время еще не пришло. Смотри, мы начали с чего? Я к тому. Мы начали с Opportunity. Мы начали LeBoutique и причины их трудностей. Я говорю, что не конкуренция. Это был один из конкурентов. Не конкуренция. Мой поинт. Какие-то внутренние ошибки. Какие ребята должны сами лучше знать. Потому что рынок огромный. И я как пример привел электронику, в котором есть еще места для онлайна много. Мое глубокое убеждение. Проверим это через 2-3 года. Друг, у нас есть традиция. Мы уносим книгу. Ганди, который сделал Индию независимую, мы отложим. Ты нам хочешь подарить вот эту книгу. О чем она? Смотри. Эта книга Петти Маккорд, бывший чар Нетфликса, называется Powerful или сильнейший. Эта книга о том, как строить крутые культуры, которые побеждают. То, о чем мы сегодня очень много говорили. Да, культура Нетфликса сегодня одна из примеров таких для подражания. База ее freedom and responsibility. Типа свобода и ответственность. Они говорят, у нас нет детей. Мы не хотим детей. Мы хотим ответственных людей, которые будут пахать, которые развиваются. Главный месседж даже книги такой. Она говорит, людей не держит зарплаты. И бесплатные суши, и бесплатные паркинги. На четвертом месте. На четвертом месте. Первое это супер-inspiring goal. Типа крутая цель. Ты делаешь серьезную историю. Запускаешь. Я не убираю, сказала уборщица в НАССе. Я отправляю людей на Луну. Когда Кеннеди спросил, что вы тут делаете. Вторая история это крутые пирс. То есть твои коллеги должны быть супер-крутые. В идеале умнее, чем ты. И тогда это не работа, это обучение. И третья история это она говорит, и я с ней согласен сильно. Это честный, постоянный фидбэк от твоего непосредственного руководителя о том, правильно ли ты идешь. Постоянная обратная связь. Мне Netflix очень сильно нравится как компания, потому что они не случайные. Netflix рассылали DVD-диски по почте. DVD-диски рассылали по почте. Это был логистический онлайн бизнес. Сейчас они в Голливуде получают золотые глобусы и создают фильмы, сериалы и продают контент. Они стали медиа-дистрибьютором крупнейшим в мире и создают контент. То есть у тебя люди, которые знали, что такие SLA и KPI, а потом ты должен найти режиссеров, которые курят марихуану и создают креативы такие, которые понравятся всему миру. И как он развернул эту компанию, это, конечно, крутое. Рид Хастинс не написал книжку, но Петти Маркорт, она, кстати, была уволена Ридом Хастинсом. Она 11 лет с ним поработала, но она описывает эту штуку. Крутейшая книга о том, как строить крутые культуры. Мы подарим ее, ребят, очень важно, за комментарий или вопрос, который вы оставите под этим видео. Ты обещаешь поотвечать на вопросы? Я, если честно, не знаю их количество, но... Обычно немного, пару сотен. Пару сотен, но это занимает час. I'll do my best. Андрей обещает ответить на ваши вопросы. Ты подпишешь книжку нам потом, да? Нет, я не подпишу, потому что я ее не писал. Как только я... Нет, ну, смотри, с пожеланиями. То есть человек, который посмотрит это видео, ну, какое-то напутствующее. Совершенно, ну, я чуть забубонный в этих историях, знаешь. Я реально хочу написать книжку и прям думаю о ней. Вот, но мне кажется, это будет чуть-чуть позже. Подписывать чужие книги, ну, типа, дорогие друзья, я тут купил книжку вам, но как-то она у меня не заходит. Хорошо, пусть это останется твоим забабоном. Мы подарим книжку без подписи. Как часто отдыхаешь, Андрей? Слушай, я сейчас пытаюсь, пытаюсь так не убиваться. У меня был период времени, когда я в какой-то момент подумал, что, типа, ну, я реально так уставал. У меня кипели уши, кипел мозг, я не спал. То есть это моя проблема была. Я просто не умел менеджить вот эту штуку. Я сейчас так не убиваюсь, чтобы я терял аппетит, знаешь. Поэтому мне кажется, я так наладил сейчас свой ритм, что я утром прихожу и батарейка моя на 95% заряженная. Вот я стараюсь самые сложные проблемные вещи делать в первой половине, во второй половине и такой операционки, операционки заканчиваю. Вот. Спорт. Я кайфую в Киеве. Знаешь, поездив по всему миру и посмотрел весь мир, я понял, какой у нас офигенный город. Как классно здесь жить. И во всех смыслах. Культура, архитектура, кухня, люди, знаешь. Ну, мне все тут очень нравится. Кофе? Да все вообще. Поэтому я отдыхаю здесь. И, ну да, у нас есть отпуск. Пару недель беру летом. Я стараюсь вообще, я думаю, что раз в квартал я куда-то уезжаю точно. Бывают короткие командировки 2-3 дня в месяц. Вот. Но в целом у меня нет такого, что 7 дней там где-нибудь не в касте и я скучаю прям сильно. Но ты говоришь, я уставший и расстроенный. Я реально счастливый чувак. Я просто, знаешь, я тебе скажу такую штуку. Я в тринадцатом году почему замолчал? Потому что если бы я говорил это в тринадцатом году, то это бы смотрелось на бредней малолетки какого-то. Да, который ну типа просто перепил вчера каких-то сильных средств вечером. А сейчас уже есть что показать, знаешь. И ты понимаешь, что продукт, который ты построил, он уже, ну это серьезная история. Это большая серьезная история. А через год, через два, знаешь, эти кейсы будут изучать, как получилось и почему. Вот. Поэтому сейчас это звучит уже как-то более-менее сбалансированно. И то как бы замах большой. Но оно уже чуть-чуть начинает отвечать вот позиции, где ты находишься. Компания, которая делает уже там миллиарды гривен, наоборот. Она уже имеет возможность говорить, что ты, ну что ты что-то понимаешь и разбираешься. Если бы я об этом говорил в тринадцатом году, ну выглядело бы смешно. Андрюк, спасибо тебе большое за съемку. Ты знаешь нашу традицию. Это рыба. Напомни. Мы тебе ее дарим. Да. Но прежде чем я тебе ее отдам, я тебе вернее ее сразу же отдам. Что в твоем бизнесе голова, что туловище и что хвост? Слушай, ну у меня ничего, я ничего нового не придумаю. Голова точно та, которая думает и принимает решение куда идти. Голова, наверное, это я. Да. Туловище, команда, хвост. Ну слушай, это условные вещи. Ничего не придумал. В бизнесе есть три вещи. Есть акционеры, есть CEO, есть коллектив, команда. Но есть клиенты еще? Нет. Их в бизнесе нет. Это вне истории. Это вне дома. Поэтому и здесь должна быть вот игра. Не знаю, это что ты учился. Ну ладно, это твоя позиция. Это игра, да. Моя позиция очень простая. В одном доме есть акционеры, команда и руководитель, который всей этой историей управляет. Поэтому важно, чтобы было доверие и вверх и вниз. Важно было, чтобы уважение. И знаешь, и тогда все получится. Я уверен, что все ограничения внутри, а не вовне. Вот. И это, наверное, самый такой, самая хорошая новость для, может, не новость для всех участников. Нет ничего невозможно? Все зависит от тебя, да, а не от кого-то. Ты, наверное, это часто слышал, но это правда. Да. Супер. Спасибо. Спасибо тебе за интервью. Получилось, я считаю, достаточно откровенно. Ребята, кто еще не подписался, это самое время подписаться на большую рыбу. И оставайтесь с нами, впереди еще много интересных выпусков. Ты говорила, я хочу привести следующую миллиардную компанию. Да. Для тебя это риск. Большой. Я бы сказал, огромный риск. Да. Похоронить свою карьеру. Да. Относительно предложения по пятой группе ФОП. У меня есть на текущий момент где-то 5-7 потенциальных компаний, там, моих друзей в Штатах, которые очень смотрят на Украину и готовы сюда заходить. Ну, денежки туда уйдут. Чтобы денежки оставались здесь, это следующий такой огромный прыжок, это как полететь в космос. Мы все время находились в вот этом бурном росте. Ну, получается, что большие смогут компенсировать, а маленьким будет еще хуже. Да. Вы же работаете с Израилем. В Верховной Рады такие туалеты? Да. Я сделаю видео. Ждите на моем канале. Ждите на моем канале. Ждите на моем канале. Высота. Ждите на моем канале. Да.